Мы находимся на территории так называемого католического квартала Милютинский 18. Это комплекс зданий, построенных католиками в первой половине 19 века. Это четыре здания, в которых проводилась раньше опять благотворительная работа, библиотека. И, собственно, наш храм Петра и Павла, первый московский католический храм, который сейчас не принадлежит католикам. Два года назад перекупили коммерсанты и пытаются возвести, или переделать его, или возвести на этом месте жилье, ЖК. Что, собственно, нас и очень сильно волнует. Как такое возможно в 21 веке? Храм, жилье? Да. То ли его полностью снесут и будут перестраивать, то ли будут квартиры делать прямо внутри, что, конечно, ну, по-моему, вряд ли возможно. В общем, для нас это непонятно. Мы стараемся привлечь внимание к этому храму, получить его назад. Я уже вижу маркетинговый ход. ЖК, католический квартал. Тихое место. Знаете, это тоже тут смущает, если тут разместятся квартиры, как люди будут жить в закрытом, в общем-то, дворе, в окружении католиков. Католик? Ну, это как-то странно. Все здания возведены в первой половине 19 века. Это богодельня, ну, судя по названию, тут понятно, что происходило. Здесь женское училище было, ну, например, школа для девочек. Вот это? Да. В библиотеке Москомспорт до недавнего времени. Библиотека – это вот следующее здание, да? Да, вот тоже красивое достаточно. Там, на заднем дворе, тоже очень большое здание, где были мастерские. В них работу получали какие-то люди, оставшиеся без работы, матери, женщины, которые не могли найти работу на полный день. Или, наоборот, неполные подростки. А вот это сам храм вот этот? Это сам. И он немножко уже разрушается. Ну, да, собственно, фасад храма, если вы посмотрите в интернете, он, храм Петра и Павла, он выглядел совершенно по-другому. Он был, конечно, в сто раз красивее. Ну, и, конечно, если это все перейдет к католикам, конечно, мы это приведем к какое-то состояние ближе к храмовому. Католические фриски. Здрасьте. Что-то не чувствуется, что здесь католический храм был. Ну, я уже не знаю. А есть вот основное помещение, где там обычно служение отбывают. Это, наверное, в общем, он пятый кабинет там сейчас открыл. А, то есть разбили на маленькие-маленькие дольки, да? Ну, вот в таком оно внутри состояние. Только совсем недавно католики стали полноправными хозяевами вот этого квартала. И это первая акция. Мы собираем, будем сажать цветочки, будем сажать траву. Я православный, но в данном случае это объект культурного наследия. Вот. И я считаю, что это общее дело сохранить объект культурного наследия. Как человек верующий, я бы сказала, что это вообще идея от нечистка. Снести храм и поставить жилье. И я не представляю, чтобы вот кто-то согласился жить в элитном жилье на месте снесенного храма. Я пришла, потому что это здание нам вернули. И наша ответственность привести его в порядок. Как считаете, есть дефицит, да, в католических храмах? А, храмах? Да, и всего, может быть, нет. Ну, три, да, здесь священы. Вечерский федеральный собор, Гудовико и Заблинович. Ольги, да. Далеко некоторые есть, а там даже через... Здесь больше. Про возвращение храма. За то, чтобы католики вернули, вернулись в этот храм тем и иным способом. Делай так, чтобы этот храм послужил нам, нашим детям, нашим внукам. Чтобы в нем опять звучала молитва. Радуйся, Мария, благодаря тебе полное. Господь с тобой благословен и тебе благословен, и благословен Бог чрева твоего Иисуса. Святая Мария, Мария Божия, мы истинно встречи, ныне и сейчас смерти нашим. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и истинно Мария Божия. А теперь трапеза всех столов. Если бы вы написали, что будет пикник, мне кажется, больше было бы работников у вас сегодня. Кто не работает, тот не ест. А это, кстати, Ленин говорил. Это говорил апостол Павел. А как, кстати, католическая церковь относится к спецоперации? Проукционный вопрос. Католическая церковь к ней не относится. У нас выселит и из кафедрала. Откуда? А он говорит, что не будет. Это московские голуби. Все, что упало из московской земли, их. Иисус воскресе. Воистину воскресе. Надежда на то, что храм вернулся доликом. Что мы еще будем здесь молиться. Храм будет наш. Продолжение следует. Продолжение следует...